с добрым утром планетам с вами лена и искипела и я вчера таки попала к стоматологу мое вчерашнее видео закончилось на том что я что я вам сказала пока и сказала что я пойду домой но при этом я вспомнила они уже накрашены я вспомнила что я видела стоматолога я вспомнила что суббота следующий день воскресенье я вспомнила что карантин могут не снять и бомба лиме меня могут не принять в общем я все после того как закончилась снимать вчерашнее видео я надеюсь вы его посмотрели кстати бродилка смешная я когда его пересматривала у меня возникло ощущение что если бы у кого-то дошли руки то по вот этим моим бродилкам можно снимать doom помните эту игрушку только там это с пистолетиком было у меня вот налево-направо то есть где там человек идет по улице по помещению там налево-направо стрелянки бродилки то есть это реально вот а так я отвлеклась мне приклеили мой мозг это третье нет четвертое четвертое приклеивание моста когда он выпадает я начинаю шепеляй ну в общем когда без зубов вообще в принципе ну как можно жить без зубов без зубов жить невозможно и мне сказали что если я заплачу приличную сумму то у них есть качественный материал и мне приклеют я когда показал этот мозг мне сказали что с этим ничего нельзя сделать то есть это можно только выбрасывать и делать заново я сказала что мне нет денег на то чтобы делать себе имплантанты и делать себе новую челюсть и вообще я не могу себе всего этого позволить говорить но неизвестно сколько вы здесь будете находиться в киперин все знают мою историю . и я сказала что я надеюсь что через месяц другой корона пойдет короновая роздава то есть как бы корона пойдет вниз я приеду в бомбали мы буду проситься на бесплатное лечение глубоко в душе я понадеялась что может быть меня все-таки выпустят и попрошайничать на ремонт зубов я буду уже из россии то есть как бы там и пытаться их заработать пытаться их занять и пытаться их выпросить в общем у меня есть надежда что зубы на самом деле делать не надо и верхнюю и нижнюю челюсть потому что желтая хрупкая малька и зубы разрушаются их они я просто с ними прощаюсь здесь вопрос как сделать челюсть полностью верхнюю и нижнюю часть вот и мне ребята там мальчик с девочкой работают они сказали что у них есть качественный материал но он стоит дорого и если ты заплатишь за этот материал то мы тебе приклеим при этом у меня это челюсть держится на четырех штифтах вставленных в корни зубов корни зубов крошатся и причем штифты выпадают именно то есть не коронка спадает со штифтов а штифты из корней зубов выпадают и один штифт был потерян по непонятной причине мне оказалось у меня два металлических штифта было и два керамических таких белых и один вот этот вот крайний штифт он просто мы с ним попрощались и короче я заплатила денег для меня это большая сумма для меня это реально большая сумма для меня расстаться с пятью тысячами рупий это большая сумма это у меня сумма на питание на месяц то есть как бы это я фактически пол месяца ну как бы да нет получается нз да то есть как бы это будут остатки моего нз вот я отдала 5000 мне вкрутили еще один штифт у меня из четырех штифтов один был последний раз потерян предыдущие разы просто выпадал мост вместе со штифтами из корней зубов а в этот раз и один штифт просто мы с ним попрощались один штифт мне поставили то есть как бы мне все это приклеили мне сказали что теоретически этот рост должен продержаться полгода я надеюсь за эти полгода покинуть территорию я подала на внизу то есть у меня отправлены документы в онлайн форме я очень надеюсь что мне дадут разрешение скажу валите нафиг вот я подавала запрос на визу 90 дневный трехмесячный почему потому что сам процесс рассмотрения документов занимает от месяца то полугода почему я раньше делала все время годовые визы потому что первое время я пыталась сделать полугодовые визы когда я на продление подалось сейчас я подала на другую визу сейчас я подала визу на выезд визу на продление мне придется делать в случае если мне будет отказано визе на выезд когда мне придется запрашивать продление но я надеюсь что мне дадут визу на выезд кому я здесь нахрен не нужна и надеюсь что никому вот и о чем решено о чем я говорю первую визу на выезд первую первое продление визы полугодовое мне делали 6 месяцев 7 месяцев 7 и в результате то есть через полгода мне пришлось подавать на еще одну полугодовую визу и и две полугодовые визы я получила через 7 месяцев то есть получается полгода я находилась с документами о том что я подала на продление и только потом еще месяц и только пять месяцев мне были документы после этого я стала все время подавать на годовую визу причем каждый раз ожидание получения визы составляла приблизительно полгода и получалось когда-то меньше когда-то там 5 месяцев там иногда 4 и в результате получалось что полгода я живу с документами о том что у меня документы находятся в визовом отделе и только полгода я живу с визой на руках вот но так как все равно все документы в индии они онлайн даже если на руках у тебя просто распечатка а как бы проверить ее можно только онлайн то сейчас при проверке всех моих документов то есть будет понятно что мне документы поданы на визу я надеюсь что я успею покинуть индию прежде чем мне вот это вот опять выпадет если сказали что продержится полгода это не значит что продержится полгода то есть это как бы это видимо вот столько это должно продержаться но желтая хрупкая эмаль в общем настроение у меня радостное сегодня у нас 6 июня 2021 года на самом деле когда у тебя крупные проблемы например как выпавшие мост и отсутствие верхней верхних зубов и когда даже вот-вот и понимаешь да то есть это ненадолго тебе приклеили немножко продержится потом все равно но на вот сегодняшний момент возникает ощущение ура когда ты можешь говорить когда ты можешь улыбнуться такие простые вещи становятся очень важными вот антибиотики но потому что в зубах копались то есть один штифт вкручивали вот так что неделю пропью антибиотики и я сегодня встала рано сейчас я вам скажу сколько времени сейчас 10 утра причем я уже проснулась я уже попила кофе и я уже выхожу из дома 11 12 часто есть три часа за то чтобы куда-нибудь сходить сегодня воскресенье лагдаун продлили но про лагдаун я вам расскажу завтра и про мусоны расскажу завтра это надо открывать компьютер мусоны придут не 15 вот эти тучи которые я вам вчера показывала на видео это и есть мусон и он уже идет 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 то есть это не циклон который налетел погромыхал то есть еще что-то и ушел это вот плавно наползающий такой мусон который там ползет ползет когда тучи собираются собираются неделю две три а потом она начинается вот я не знаю когда она начнется но вот эти вот тучи которые ползут и потихоньку они через нас проползают идут туда дальше на север это я вам все покажу завтра то есть я видела два видео лагдаун комендантский час продлили еще на неделю так ладно про него расскажу завтра а сейчас я поеду автобусы ходят я это вчера точно обнаружила я на нем даже ездил сейчас я пойду и поеду не в кипем а в городок с противоположной стороны следы кипема у меня три километра то до савардема у меня километров 7 туда надо ехать на автобусе соответственно я пройду другой дорогой то есть я дойду до суда то есть это кто смотрел мои старые видео это направо по каналу потом по каналу поворот опять 0 на право потом по каналу по каналу потом после после разворота на левом выхожу на трассу и там сажусь на автобус так что мы с вами идем гулять другой городок ну как гулять да честно мы с вами не будем повод конечно есть что мне что мне надо купить комендантский час же мы выходим чтобы надо что-то купить но во первых я хочу купить манго а в савардеме в воскресенье там должен быть маркет и туда деревенские должны привести свои манга я надеюсь что там она есть дешевая манга в гуа не дешевая в манга и в гуа очень дорогой там в китае говорят есть дешевая манга в гуа нет дешевого манга но я пойду его искать раньше в савардеме мне удавалось находить дешевая манга так что мы идем на поиски дешевого манга все давайте 12 минут наговорила от болтливая болтун находка для шпиона ну вот мы с вами ну вот мы с вами снова на перекрестке здесь канал пересекается с основной дорогой это дорога домой налево если пойти вот так а потом вот так попадешь кипем а направо если пойти вот так а потом вот так попаду на центральную дорогу оттуда можно будет уехать налево в кипем направо в савардем в данный конкретный момент я собираюсь посетить савардем сегодня воскресенье по воскресеньям бывает sunday market воскресный рынок из-за локдау из-за комендантского часа его может не быть хотя мы это как раз и узнаем по этой дороге я хожу суд а я сейчас на самом деле и выйду к остановке суда и буду там ждать автобус для того чтобы поехать савардем смотрите насколько вода ушла вот это вот то что более темное черное это то докуда этот канал был заполнен сколько тут метр вот по этой дороге не ходила надо будет как-нибудь пройтись посмотреть куда она ведет не ходила не ходила по этой дороге микродамба поснимаю позже что окружает мою деревню там везде деревья вдоль дороги мешали а здесь вот немножко расчищена поэтому хочу вам показать как это выглядит вот на одном из таких холмов и расположен отель которым я живу то есть у нас есть территория повыше территория пониже ну и да дальше опять деревья загораживают попилили попилили много попилили вот здесь прям видно большую часть деревьев отпилили здесь вот прям такой лесочек стоял лесополоса сейчас те что внизу остались а те что сверху попилили но не все вот вот там очередная дамба и там поворот канал идет прямо и еще один маленький канал поворачивает налево и здесь мини мостик вот сейчас мы пройдем по мостику и вдоль более старого канала выйдем главной дороге будем ждать автобус на савардем савардем чуть больше кипема савардеме находится железнодорожная станция такая маленькая и автобусная станция то есть вот автобусы которые на которых я езжу из маргау в кипем они все идут в савардем то есть это автобус маргау савардем а кипем это остановка одна из остановок то есть савардем это все-таки городок чуть чуть побольше и он уже находится в соседней здесь много вариантов разных районов то есть у нас вот район кипем а лука кипем а там нет там тоже то лука кипем и несмотря на то что кипем является райцентром одноименного района соседние городки соседний городок савардем он крупнее вот вот тут у нас дамбочкой здесь воды меньше здесь воды больше и вот они а вот она они открыты но там еще и заграждение а мы сейчас вот к этому более мелкому каналу пойдем это ирлигационная система гуа то есть система рассчитана на поле в поле для выращивания для выращивания и риса и и и и а сахарный тростник то есть две культуры выращиваются в гуа рис и сахарный тростник а вот здесь воды совсем мало то есть этот но скоро пойдут дожди и все будет битком все увидимся дальше ну вот мы с вами подходим главной дороги ну и как всегда здесь народ устраивает пикнички а последствия пикничков в индии вот такие они просто поели все здесь больше им нормально вот здесь дорога пересекает канал это я выхожу на главную дорогу как всегда и я буду ждать автобус автобус на противоположной стороне потому что налево это кипем а мне надо в саварде мне надо направо и что-то мне подсказывает что ждать я буду долго потому что пока я шла я видела как уехал как уехал автобус поэтому поэтому мне придется ждать суд у меня находится вот весь потом за спиной вот оно здание суда вот эта остановка так и называется кипем корд и пьем сут все выключаю запись жду автобус что-то мне подсказывает что автобуса я могу ждать бесконечно долго поэтому я решила пройтись пешком не до самого савардема а до теломола здесь есть такой перекресточек и на нем может быть что-нибудь работать даже самая кафешка на вынос или овощной киоск но не в савардем нет автобуса нет но не в савардем так в теломол я попаду потому что до савардема мне нужен автобус а до теломола я могу дойти пешком тучи 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 смешная история ко мне подошел парень вопросу что они нас не отличают мы с виткой вообще не похожи не от слова совсем и он мне начал рассказывать что много лет назад он работал в писвеле он уходил работать на корабль это не моя история я знаю эту историю я слышала о нем это история витки пришлось ему объяснять что ты сильно ошибся мы для вас все на одно лицо но ты был знаком не со мной нас с виткой спутать фактически нереально у нее мама татарка у нее небольшие но есть такие азиатские черты лица круглое лицо там отсутствие маленький подбородок то есть если у меня западноевропейские черты лица то витки такие смесь европейца и азиата она ниже меня ростом у нее нет груди огромная задница знаете такие тип внешности их конечно вежливо называют гитары на гитара на гитара они становятся похожи только при очень высоком уровне ожирения а вообще то это свеколка попа большая сверху вообще ничего не растет но вопросу о том что они нас не отличают вот для них разница в росте 15 сантиметров разница в фигуре цвете волос цвете глаз все это не имеет значения он помнит что он работал в отеле и там была иностранка на этом их сравнительные характеристики наши заканчиваются для них что-то красивое что-то некрасиво нашей внешности в наших различиях разбираются очень мало кто очень мало кто нереально нас не отличает а я посмотрела карту это не циклон это приползает муссон вот работает take away я у него спросила довезет ли он меня до совардема он сказал что нет он как бы здесь видимо просто хотел напомнить о факте своего существования а вот и нет я его не знаю это виткина история может на самом деле я долго не могла смириться с фактом что они нас не отличают и когда кто-то из индийцев начинает с вами знакомиться общаться рассказывать что ты прекрасная замечательная исключительная когда вы подумаете о том что он не отличает вас от другой и через несколько лет способен перепутать вас с женщиной с другой фигурой другого роста и совсем другим характером другим лицом другой внешности по-другому начнете воспринимать все вот эти слова ветер ветер на самом деле я смотрела так грузовик нет автобуса пока нет я не зря решила что автобус может прийти не скоро потому что я дошла до есть начался штормовой ветер сэр weight загорожено чтоб не пришел сэр 2 can oder чай почему они худющие вот если бы в россии кошка жила рядом с кафешкой она бы в дверь боком проходила здесь но не принято здесь кормить животных ветрища то ветрища какой начинается а чё может я дальше тела молой не хочу может быть я не хочу в савардем я здесь чаю попью я думаю что в савардем как-нибудь в другой раз посмотрите на этот муссон так держи мне выпить чаю отключаюсь попью чаю потом подумаю что еще поснимать но пока картина как с нормальным мусоном тучки собираются они могут собираться на самом деле у мусона когда вот он нормально по-тихому наползает тучи могут собираться месяцами так у нас здесь работает все до до часу а сейчас время 10 46 то есть у меня есть два часа черт с ним с савардемом наверное в савардем надо было еще раньше выходить а я хотела купить новую зубную щетку у меня имеются две но с ними надо распрощаться так 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 где же магазинчик покрупнее где бы мне чтобы мне так я хочу сменить зубную щетку фрукты овощи я просто приценюсь потому что цена будет космос ну короче как всегда четыреста пятьсот то есть как бы ну это совсем не маленькие цены а а он смотри смотри отец и инглиш ворс мне не дээ а дону на вон и вот мая 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 Не, 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 не Смол Смол Хочешь Так Аппека Show me Я хочу Не Не Смол 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 Сколько? Немьде Немьде Витамин 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 Б-комплекс Что ты хочешь? Один, как эта бутылка Второй Один, как эта бутылка Но название Б-комплекс Б-комплекс? Один название Да По-моему, больше ничего не надо Из-за коронавируса Автобусы ходят раз в час Я еле-еле его дождалась Но время 11 А магазины работают до часа То есть у меня есть еще два часа То есть я спокойно Так, проверим сейчас Время 11.30 У меня полтора часа На посещение Тавардева Ну вот мы с вами И на Савардеме Видите сразу Как заметно, что это Городочек побольше Вот здесь автовокзал То есть если у нас в Тепеме Просто остановка То здесь вот прям реально автовокзал Вот Это Здесь когда-то при В португальцах Было красивое здание Вот это вот Это новодел Но его сделали По типу того, каким оно было При португальцах Вот он Савардем То есть он побольше Тепема Вы прям это сразу можете видеть Ой, порезала Ножку девочка Бедненькая Так Вот эта толпа Это Сандей Маркет То есть это воскресный рынок И он здесь судя по всему был И до часу дня И до часу дня он еще может функционировать То есть сюда приехал народ Из деревень Чтобы кому-нибудь чего-нибудь продать Я спрошу цену на манго Но я же белая Им же пофигу, что коронавирус Им же пофигу, что локдаун Все равно цену назовут от самолета Четыреста рублей, пятьсот рублей Ну понятно, да? То есть как бы Куда деваться? Белая дура Иностранец, тупой ежик Как иначе это можно? Как иначе это можно? How much? 900 рублей А? 900 8-9 Этот вообще хотел мне за 900 рублей 12 штук продать Ну то есть я совсем у них вызываю ощущение, что я вообще совсем дура Как иначе? 200 за 12 200 за 12 С этими еще хоть можно разговаривать Но я на самом деле хочу 100 за 12 Я же покупала Я буду пытаться Пойти туда, где я покупала в предыдущие годы Блин, 900 Ну вот, понимаете, вот белый человек То есть ему даже показалось, что 400 Это мало С такой, как я, надо содрать 900 Менталитет С их представлением о жизни Мы богатые и очень тупые Очень тупые Они это расценивают на самом деле Не как то, что вы там добренькие И решили там Да ладно, пусть побольше им заплатят Нет Они реально уверены, что мы тупые Поэтому мы отдаем много денег Согласно Индийской философии Как и любых Торговцев Если ты заплатил меньше И купил лучше И больше То ты умный А если ты купил мало И плохо И заплатил много Значит, ты тупой То есть никакой другой Характеристики Кроме нашей тупости Не существует То есть убежденность, что мы хорошие Ну как, они скажут, что я люблю русских Я люблю белых Ну это как принцип, да? Добрых любят, но обманывают Ну вот так здесь Глупых любят, но обманывают Ай-яй How much? Ага, 400 Да, сейчас 400, понимаешь? 400 Тетеньке предлагали 200 Ну я же ж белая Я же ж дура Мне ж нельзя Мне ж надо обязательно Цену в три раза выше назвать В четыре Не обмануть белого Просто грех How much? Ага, 3 ганера Конечно Не наебешь, не проживешь Не наебешь, не проживешь Сандэй-маркет How much this, 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 this How much? 300 300 200 Так, пойдем поищем за 100 How much? How much? How much? Ну тоже 200 за 12 Я покупала всегда Где-то здесь Я вот где-то здесь покупала Где моя продавщица Она была здесь Вот тут я у нее покупала Куда делась моя продавщица Где, тетенька, что она продалась Какая продавщица Угу Угу How much? Все с вами понятно Дальше пройдемся По Сандэй Маркету Так, пошли назад Пошли назад Про Партии Про Партии Про Партии 1.50 тысяч рублей 1.50 тысяч рублей Я куплю 2 кеджи 2 кеджи для свободы 1.50 тысяч рублей За 300 рупий 2 килограмма 24, 2 тысяч 2 тысяч 40, 4 4, 4 KG 150 KG 150 Dozen 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 Please madam Please Dozen 200 Dozen 150 150 please 150 please madam 150 150 never Please Please 350 3 за 6 3 Нет Мадам, я хорошие люди Я не ручка Я не ручка 3 3 за 24 3 4 7 8 9 10 9 10 10 12 13 14 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 Я счастлива, у меня целый рюкзак, я думаю их посчитаю Должно быть минимум 24, то есть она сначала со мной что-то про килограмма, я стормозила про килограмм Здесь же Дазен, здесь же 12, по 12 штук надо покупать Так, мне здесь больше ничего не надо, мне теперь надо где-то чашечку чая Чашечку чая Так, бродилка, да? Сюда, 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 ладно, идем куда-нибудь сюда О, вот, вот он выход, я его нашла Я нашла выход Вот, а вот там, в конце улочки, там вот этот самый Железнодорожная станция местная Сладости Я не кусаю, я теперь сладостями вообще не питаюсь Я теперь сладостями вообще не питаюсь Вот он, курчарем савардем Так Чай, где я возьму чай? Понятно, что внутрь меня не пустят, соответственно, мне надо найти место, где я смогу найти камушек и выпить чай на улице Я в курсе, не пустят меня никто внутрь Так, чай Где добыть чай? Так, переходим дорогу Так, чай, где я добуду чай? Сандей маркет Сандей маркет Ну, тут прям-таки Жизнь бьет ключом Правда, один раз в неделю Завтра они уже все будут выполнять указания сверху Так, куртка у меня есть, зонт у меня есть Сандей маркет Так, пошла добывать чай Ну все, на этом я закругляюсь Я сейчас попью банана шейк Отдам за него 50 рупий Но мне очень сильно хочется отдохнуть И у меня сегодня эйфория Сегодня Пусть у меня действительно этот мозг продержится полгода Пусть за 3 месяца, которые я запросила визу на выезд Сроком действия 3 месяца То есть я надеюсь, что за это время мне ее успеют дать Я успею купить Вытрясть деньги на билет Купить билет, уехать домой И вопрос с зубами решать уже дома Потому что ко всем моим проблемам в Индии Примешивается проблема зубов Ой, какая лесть Я с вами прощаюсь Сейчас я попробую склеить это видео и выложить Я знаю, что неправильно выкладывать два видео в сутки Потому что многие люди смотрят раз в день, раз в два дня И соответственно, если у меня два видео в день То смотрит их половина Из тех, кто смотрит регулярно Ну ладно, всем пока До новых встреч Bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Всем добрый Счастья планета Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...